«Если кормить больного обильной пищей, то питаться ей будет и сама болезнь». С этих слов однажды начал свое выступление знаменитый советский и российский профессор Юрий Сергеевич Николаев. Его методы и теории неоднократно вызывали споры и провоцировали горячие дискуссии. Но сам профессор никогда не обращал внимания на критиков, а лишь подтверждал эффективность своих слов неоспоримыми фактами. В возрасте 95 лет он мог выполнить стойку на голове, парился в бане и совершал ежедневные пробежки. При этом гордился подвижностью суставов, обращая внимание, что мало кто из его сверстников обладает таким здоровьем. Юрий Сергеевич – талантливый ученый. Он неспроста начал свое выступление с высказывания Гиппократа. Николаев убедился на практике, что преодолеть любое заболевание можно путем голодания, проводимого по методике врача американского происхождения Эдварда Дьюи. Последний был уверен в том, что течение болезни получится существенно облегчить и вообще избавиться от недуга, практикуя особенную умеренность в еде. Эдварду Дьюи удалось провести научный эксперимент, который наглядно показал пользу голодания в составе комплексной терапии того или иного заболевания. Однажды на прием к врачу попала молодая женщина. Она страдала тифом, и болезнь заметно прогрессировала. Девушка отказывалась от еды, которую ей предлагали в больнице. Изначально это была вынужденная мера, потому что даже небольшая ложка каши непременно вызывала у больной острый приступ рвоты. Лечащий врач Эдвард Дьюи внимательно осмотрел пациентку и не увидел ничего плохого в ее голодании. Многие были возмущены его решением, поскольку, по общепринятому мнению, сил для восстановления больному добавляет именно пища. Но доктор был непреклонен, а через несколько дней женщине действительно стало лучше. Прошло еще немного времени, и болезнь окончательно отступила. После этого случая Дьюи начал предлагать методику голодания другим пациентам, и они тоже быстро выздоравливали. Об этом эксперименте, проведенном американским врачом еще в девятнадцатом веке, рассказал советский профессор в рамках одного из своих выступлений. Позднее Эдвард Дьюи пришел к выводу, что методом голодания можно лечить не только физические недуги, но и психические заболевания. Однажды к нему на прием попала 22-летняя Эстрелла Канцель. В процессе сбора анамнеза врачу удалось выяснить, что молодую женщину беспокоила постоянная усталость и отсутствие интереса к жизни. Дьюи предложил пациентке пройти лечение в его клинике и настоял на необычном методе лечения, который заключался во временном отказе от приемов пищи. Девушка согласилась на эксперимент и прошла курс лечения. Результат позднее врач описал в своей книге «Истинная наука жизни». После прохождения предложенного курса лечения Эстрелла отправилась с сестрой на выставку. Днем они много ходили пешком, прошли более 12 километров. Вечером сестра Эстреллы чувствовала значительную усталость, а сама девушка была полна сил. Во время выступления Николаев рассказал об экспериментах, проводимых в разное время его коллегами. Так ученый Хью Хаксли провел опыт с дождевыми червями. Он разделил их на две группы. Представители одной половины получали пищу в достаточном количестве. Черви из другой группы ели немного, постоянно испытывая чувство голода. В результате наилучшая выживаемость оказалась именно у тех, кто не получал пищу. В качестве подопытных дождевых червей использовал знаменитый биолог Чарльз Чайлд. Он повторил эксперимент своего коллеги. А в заключении указал, что самочувствие подопытных, которые получали минимальное количество пищи, было идеальным. Этого нельзя было сказать про червей, которые ели много. Вдохновившись научными опытами коллег, Юрий Сергеевич тоже провел интересные эксперименты в 1958 году. По его собственному признанию, первый закончился радикальным осуждением со стороны коллег. Своим пациентам Юрий Николаев предлагал отказаться от приема пищи. Участниками эксперимента стали пациентки психиатрической клиники. Первый опыт обернулся неудачей по вине самих больных. Первый такой эксперимент закончился осуждением со стороны коллег. Однако несколько врачей были на моей стороне. Они убедили меня не отказываться от своей идеи и продолжить опыты в другой клинике. Позднее делился своими воспоминаниями профессор. Несмотря на неудачу в первый раз, Юрий Сергеевич решил провести еще один эксперимент. На этот раз его участником стал мужчина. До этого пациент около месяца находился в бессознательном состоянии. Потом пришел в себя, но был прикован к постели и не разговаривал. Больной отказывался от приемов пищи по собственному желанию. При этом медицинский персонал клиники сделал все необходимое для восстановления пациента. Ему проводили ежедневные очистительные процедуры, выносили на улицу для прогулок. Через две недели такой терапии мужчина внезапно начал разговаривать. Конечно, это было лишь бессвязное обормотание, но оно указывало на неоспоримую эффективность проводимой терапии. Начатый эксперимент решили продолжать. Положительный результат не заставил себя долго ждать, потому что состояние больного с каждым днем только улучшалось. Шла третья неделя лечения. Теперь мужчина мог самостоятельно вставать с кровати и даже передвигался по палате. Прошла еще неделя, и врач сделал положительное заключение. Пациент полностью поправился и был готов к незамедлительной выписке из медицинского учреждения. Многие называли выздоровление чудом, а сам Юрий Сергеевич лишь еще раз доказал, что все это является результатом продуманного и осознанного лечения. Через некоторое время в психиатрическую клинику, где работал Юрий Сергеевич, обратилась еще одна пациентка. Она рассказала о том, что на протяжении последних десяти лет считает себя глубоко больным человеком. Женщина добилась получения второй группы инвалидности и рассказала, что родители страдали от повышенного давления, а причиной смерти отца и матери стал инсульт. Сама женщина жаловалась на высокое давление, постоянные головные боли. Она проходила лечение в разных клиниках, но улучшения состояния не наступало. Юрий Николаев предложил новой пациентке практиковать голодание. Женщина согласилась, и буквально через несколько дней после старта эксперимента наступило долгожданное улучшение. Голодание Юрий Николаев рекомендовал не только своим пациентам. На протяжении всей жизни профессор придерживался определенных принципов питания, которые помогли ему сохранить отличное физическое здоровье и здравый рассудок до глубокой старости. Врач сознательно отказался от употребления в пище любого мяса. Основной рацион составляли каши, молоко и другие молочные продукты, сырые овощи и фрукты. Кроме того, профессор регулярно устраивал себе разгрузочные дни, в которые и вообще не употреблял пищу, разрешая себе только воду. Вполне возможно, что верность этим принципам и соответствие строгой диете позволили мужчине прожить до 93 лет. При этом до последнего он выполнял физические упражнения, совершал пробежки по 30-40 минут, никогда не переедал. Юрий Николаев скончался внезапно, находясь на рабочем месте. Причина смерти профессора до сих пор точно не установлена. Я понял, что голод может причинить человеку не только вред. В некоторых случаях, когда лекарства бессильны, именно этот метод, проводимый под контролем врача, может не только восстановить нормальные функции организма, но и продлить продуктивный период жизни человека. Утверждал Юрий Николаев. Так или иначе, но в разных странах люди до сих пор продолжают практиковать лечение голодом. И такая терапия по-прежнему приносит положительные результаты. Друзья, напишите свое мнение о методике Юрия Сергеевича в комментариях. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и долголетия.